7 нот, 7 номинаций, 7 лет. Такого совпадения цифр уже никогда не будет. В этом году конкурс поистине знаменательный. А началось все в 2009 году, когда инициатор и идейный вдохновитель конкурса Наталья Шайдурова решила создать площадку для талантливых детей и подростков, проживающих в Домодедовском округе. Мало у кого есть возможность выезжать в другие города и регионы на конкурсы талантов. Поэтому было принято решение сделать такой конкурс дома. Шло время и 7 нот набирал популярность. На сегодняшний день конкурс стал международным и собирает сотни детей. Конечно же я не думала и не мечтала, что конкурс приобретет такую большую популярность. И вот из такого маленького между собойчика мы вырастим в такой международный уровень. И очень приятно, что у нас каждый год новые страны, что у нас каждый год число участников растет, что мы завершаем прием заявок за несколько дней, за несколько недель до официального окончания приема заявок. Это, конечно же, радует. В этом году прибавилась новая номинация – конкурс красоты и таланта «Мисс 7 нот». В ней участвовали как юные девушки, так и совсем маленькие леди. Но одно их объединяло точно – грация, выразительность и, конечно, красота. Каждая девочка по-своему особенная. У кого-то более проявляются актерские таланты, кто-то лучше поет, другие же просто блещут красотой и модельными задатками. Но это лишь одна из номинаций, в рамках которой дети демонстрировали свои таланты. Ученица Ленинского районного центра культуры и досуга пела в номинации «Военная песня». У меня не было еще медали, я хотела как раз получить что-то. А другая участница стала известной на всю страну за несколько дней до финала конкурса. Софья Бабич задала свой вопрос Владимиру Путину на недавней пресс-конференции президента Российской Федерации. Помимо активной жизненной позиции, девушка обладает большим талантом и отлично поет. «С коверенцы на руку, каждой ночи есть концерт, Зачем отчащи шифру, ну и овредики танчонцы, Танчет першифронь, не жучу смогу на счет, Не хвостуля в ролёна». Конкурс «Семь нот» – это настоящая возможность талантливым ребятам проявить себя. «Семь нот» дает шанс начать творческую карьеру. Конкурс развивается, растет, участников все больше и больше, Номинаций все больше, география обширная, приезжают не только из далёких улдаков нашей страны, Но также из-за рубежа. В этом году были участники из Индии, что невероятно приятно. Это первый раз к нам так издалека приехали гости, участники. Ну и уровень, конечно, участников тоже из года в год, мне кажется, растет. С этого года телеканал «Видное ТВ» стал информационным партнером конкурса «Семь нот» И уже в 2016 году ведет новую награду в номинации телевидения. Юлия Погосян, Ирина Тихановская, Константин Брылов, Ирина Кошелева. «Видное ТВ».